это я вот застегиваюсь потому что неизвестно сколько смартфон проработает на морозе минус 40 но сейчас может потеплее на солнце на солнце может 35 вас приветствует не солнечный магадан солнечный комсомольск на амуре юрий сегодня короче было 45 ночь официально нарисовали 42 но я по термометру смотрю своему мой термометр все впал вообще в полный маразм вот видите я в перчатках промерзаю насквозь пока сюда шел а времени сейчас без 23 и это самое теплое время дня потому что день ясный ну солнце греет но не светит как пел вели токари в общем зависли мы конкретно с погодой вон там он дымит тэц из последних сил я уж не знаю перевели ее на газ похоже все-таки нет судя по дыму надо ее уже на газ потому что она неделю уже морозы стоят выше 35 ниже вернее и она конечно на угле доходит она не рассчитана на длительные режимы с таким холодом увы она 72 года постройки там котлы старые ну их ремонтировали конечно ну усталость металла все такое когда в котле температура 560 градусов и давление 150 атмосфер водяного пара причем коррозия идет и прочее вы сами понимаете что как там воду не хоть там дистиллят в контуре крутится так успею против чтобы у меня не придавил машин все равно коррозия идет рвет их и все это как говорится пережег там когда плохой уголь он смерзается в транспортере вообще адовая работа это одно дело при 20 при 15 топить углем и другое дело при 40 50 мороза это как бы ну нашим эффективным менеджером похуй они даже штаты четыре раза в пять меньше сделали чем было советское время куча было обеспечивающих в общем на одном героизме на маленькой зарплате держится на желание холопов не замерзнуть вот у меня горло уже замерзла пока эту страну зато видите кому-то на детишкам достанется на джипяру украдем у всех на себя и так что если вы увидите что мы тут нахер замерзли прочь от это стало это все благодаря тому что цена на газ стала высокой газ зажали газ гонят в китай куда угодно только весь газ мимо нас а у нас газопровод сахали на прямой еще построен в конце 90-х решали тоже он денежки воровал у детей но построил газопровод и кричал что для людей а в итоге вышло что это для китайских людей они для нас а у газа нет сажи во первых легче эксплуатировать или транспортеры или тут она по трубе идет месту горения соответственно никаких поломок не то есть в опасный период и лучше горит он просто при низких температурах особенно это тест надо сделать пылевую смесь подробить уголь в пыль мелкую эту пыль смешать подать в топку то есть там целая технология не дай бог что сломается там зубцы у мельницы пойдет смерзшийся уголь все и сбоку котел прогорает и пиздарик по-другому не скажешь и газом проще лучше но увы причем отец 3 у нас но она далеко ее на весь город не хватит она на газе топится у нее даже такого дыма нет дым прозрачный водяной парк в общем я грустно гляжу уже третий день как сороковник третью ночь на все вот это безобразие и как бывший работник электроцеха киповец который это все обслуживал понимаю что мля нам тогда подарок сделали чубайса перестали задерживать по полгода задержки были потом добились до трех месяцев а потом перестали задерживать это вместо выплаты реальных денег о как они о народе заботились эффективные блин поэтому я шел задарма работать за плода в работу дать тем более работу нашел инженером конструктором эффективно их поддерживать вот такая вот видите и при этом эффективно херачит вот туман это вот струб кипяток как его не копали то что я говорил вследствие от потопа трубы рвет и что два раза копали но все равно опять он порвало здесь вот вторая труба все льется кипяток и сейчас хера 40 градусный мороз 35 градусов первых там отремонтируешь во эффективно мне вот так пять минут я наболтал пришел к нашей помойке ведь он деревья все но это не только здесь и не водяной пара выморозил очень сухо как в этих в гималаях вытягивает из легких воду соответственно пить надо горячего много и хлебалом на морозе не щелкать но что не сделаешь ради зрителей за зацените жизнь как поэтому все разговоры в пользу бедных типа что то дорога у юрича стоит это дорого стоит так далее идите ребята херам юрий живет он в не очень человеческих условиях до экстремальных можно сказать месяца по три у нас экстрим то летний экстрим плюс 40 кто зимний минус 40 80 градусов разница еще чё-то делает полезное так кто хочет китайцев кормить но у вас тоже прикол сейчас покажу на приколе я веселый должен клипу снимать оптимистичный не только про ушлепка в петинске эффективных всяких ушлепку сейчас я вам покажу как посыпали нам вдруг неожиданно я вышел и охренел привезли песок еще песочницу детям насыпали вообще было весело уже тут гоняются страшной скоростью поэтому прямому участку всех засыпала я мы сейчас просто вот такими кусками лежит ну хоть заносов не сейчас идешь весело так что есть позитивные моменты не все так мрач в нашем мире все прощаюсь до свидания я притопал уже на house не хочет выключаться придется снимать снимать придется гоняется а а а а а а